На саратовских остановках в топе обсуждений свежая новость из газеты. Реформа монетизации транспортных льгот отменена. Пенсионеры и другие льготники надеются, что и дальше смогут спокойно пользоваться проездными без ограничений. Хорошо, конечно. У меня муж на работу ездит, поэтому для него это большое дело монетизация. Я одинокая, так сказать, как бы, да. Для меня эта пенсия небольшая, поэтому да. Я за то, что проездные были. Перед тем, как отменить реформу, ее приостановили. Полгода назад законопроект был отправлен на доработку. Он оказался невыгодным как для тысячи льготников, так и для транспортных предприятий. Предусматривался слишком маленький размер компенсации. Причиной недоработок реформы стала аналитическая информация, которую соответствующие службы предоставили главе региона. Он лично встретился с льготниками и заморозил вступление законопроекта в силу. Мы не примем то решение, которое ухудшит положение наших пожилых людей. Вот это очень важно. За реформу отвечали два заместителя председателя правительства. Курирующий транспортную сферу Сергей Канчер уже поплатился должностью, в том числе и за неэффективную работу над законопроектом. Второй ответственный уже за социальный блок Михаил Горемыко откладывал работу над ошибками. Давайте мы вот оставим этот разговор до декабря, когда будет четко понятна структура этого законопроекта. То есть раньше как бы его не было? Раньше не стоит. При этом в области не проводились опросы среди населения и не велась статистика по льготным перевозкам и количеству пассажиров. В итоге зампред заявил об отказе от реформы монетизации. Хотя при грамотной разработке она могла улучшить состояние дефицитного бюджета региона, так как из казны компенсировались поездки даже тем, кто и вовсе не пользовался транспортом. Комментировать свой провал Михаил Горемыко явно не хочет. Хотели бы получить комментарий Михаила Горемыко по поводу отмены монетизации? Ну вот пока, говорит, не знаю, где у меня пауза будет. У него сейчас вот сплошные тут встречи и совещания. Кто теперь будет решать проблемы льготного транспортного обеспечения? Сейчас ясно только одно – отмена монетизации. Решение в пользу незащищенных слоев населения. Это решение еще раз подтверждает позицию губернатора, что все проводимые реформы на территории Саратовской области ставят в угловую угла интересы жителей. Но интересы перевозчиков по-прежнему страдают. Это отрасль в области на грани вымирания. Автопарк давно изношен. Денег на его обновление у бюджетных перевозчиков нет. Проблема в том, что многие перевозчики опасаются, что отмена монетизации льгот никак не отразится на выплатах компенсации. Огромная задолженность, вы знаете, перед ключевыми автотранспортными предприятиями. Льготные проездные для перевозчиков иногда убыточны, поскольку на пригородные маршруты проездной значительно дешевле, чем фактическая стоимость поездок в течение месяца. Безбаланс между стоимостью проездного билета и стоимостью одной поездки. Четыре поездки можно проехать экономически обоснованно. А фактически человек может ездить по социальному льготному билету и 10, и 20, и 30 раз. Чтобы решить эту проблему, сейчас в правительстве области создана рабочая группа. Там прорабатывают все возможные механизмы, чтобы сделать прозрачными расходы транспортной отрасли. Один из способов создания саморегулируемой организации. На сегодняшний момент та организация, у которой большой парк, у которой большой активов, у них, к сожалению, защищаемый тариф бывает выше, чем та организация, которая работает, например, более эффективно. Тогда перевозчики будут договариваться между собой и вырабатывать единый экономически обоснованный тариф. Еще одно решение проблемы – введение электронных карт. Такая замена проездного фиксирует количество поездок льготников в электронном виде. И тогда сумма компенсации из бюджета перевозчику за льготника определяется автоматически. По планам в Саратовской области выплаты смогут получать только те, кто закупит специальное оборудование для транспорта. Поэтому вскоре перевозчикам придется искать инвесторов. Ксения Юкубина, Александр Бачков, ТВ-центр, Саратов.